ну что как я и говорил в студии у нас появился наш друг уже он у нас был это замечательный певец максим григорьевич или лесников максим григорьевич лесников привет максим григорьевич рады тебя видеть ну что тебе никогда не вот как нашей даши допустим когда подходят и говорят дарья александровна тебе так никогда не обращались было конечно например вот на корпоративе подвыпившие уже девушка подходит и говорит вот можно я вас познакомлю вот это мой муж и вот посмотрите это известный казахстанский певец влад лесовец российский дизайнер то есть очень много путают когда была еще группа личное дело допустим постоянно путали то несчастные случаи то не ваше дело личный номер то вот я столько всего пилотами нас постоянно путали а группа пилот я постоянно путали тоже два парня там парень с девушкой все время путают так ты загорел где загорал где отдыхал да все очень банально аллаколь дача нормально у человека дача на аллаколе аллаколь дача ну а что такого индийский океан помидорки мои то же самое молодец так ну давай поговорим теперь о музыке то фейс да у нас есть такой вопрос вот у тебя есть помнишь ты песню который ты в детстве от напевал прям был фанатом какой-то песен да помню мне даже советское детство же было советом и если да там вот когда мне было пару лет по моему то мне очень нравилась песня айсберг пубачёвый вот я пел и несет меня печеньем по бескрайней печеньем и все твои пищали по черную воду то есть я не понимал конечно чем это есть ну вот на магнитофоне катушечном когда еще эти записи оставались мне родители ставили и показывали потом ну а с другой стороны вот песни ли у тебя с двух лет поешь про светофор она же тоже не детская же совершенно светофор света вот так и здесь слушаю прикольно а это все знаешь к чему к тому что вот я сейчас она не знаю это тренд уже какой-то что ли мы опять же у дарьи александрова на дне рождения девять раз послушали это синий трактор что-то там едет по полям и везет хоть у меня даже нет своих детей но я постоянно от тех кто рядом это слух слушают то есть у кого есть дети это просто песня углы то есть не хит всех детей просто они постоянно современные слушать сегодня да вот а вот опять полям по полям синий трактор едет к нам что такое да не поверишь что уже голубой вагон качается а это другое уже да но ты же не только поешь ты же еще и пишешь сам пишу как тебя вдохновение приходит где черпаешь до слушаешься какую-нибудь одну группу ему это было раньше так а сейчас я все-таки как-то больше чувствую то что вот стоит садиться вообще писать или нет если я чувствую что что-то приходит прямо тянет сесть и что-то написать как будто свыше что-то приходит через тебя то стоит значит сесть и написать что вот насильно надо так не работает да то есть это работает но шедеврального так скажем ничего не что-то не получится с этой уеком кель не слушай у вас сейчас группа туфейс да называется туфейс классное название кстати путают тоже название туфейс ну туфейс две морды да 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 два литра как это разные варианты но это наш лайфбенд двое из дворца это именно корпоративный а почему ту ваша там больше чем двое но изначально вот мы с напарницей как бы главные и музыканты уже как бы мы их привлекли кран то вы видим да 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 у вас четыре фейсы и одна красивая это красивое лицо ну да согласно слушай вы на вы же выступаете на выпускных вечера ты как раз в этом году да уже были выпускные вечера поскольку в том году еще были ограничения а свой выпускной помнишь но у нас был конечно гораздо проще выпускной если сравнивать с тем где мы сейчас выступали то есть просто актовый зал дискотека под магнитофон там что-то такое а у тебя все-таки выпускной да 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 у меня в коридоре кто-то потихоньку выходил там на улице что-то выпить чтобы никто не видел слушай классно смотри я посмотрел твой инстаграм смотрю меня и нашли кстати через этот инстаграм не через мой почему-то я смотрю на твои концертные костюмы у вас все таки одинаковые так в черных костюмах а ты единственно кто выделяешься у тебя так задуманная думаю нет то это не всегда в основном у нас вот все все белые олесников единственным розовым нет вот у напарницы у нее белорозовый комбинезон на самом деле мы сочетаемся а так у нас есть и красный кстати у вас есть свой стилист белый образ или вы сами но мы все сами 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 все таки в латвий совет не зря да 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 на самом деле сам стараешься как цветное больше яркое лишь наоборот у тебя в гардеробе есть черные вещи конечно есть есть черные но они обязательно будут либо со стразами либо либо с какими-нибудь надписями принтами вот смотри сейчас очень много же кавер команд да 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 вот как ты считаешь что быть востребованной что нужно какой то есть может быть твой секрет ну это все я думаю самое главное как люди как артисты работают на сцене если они цепляют если от них идет энергетика если они именно цепляют так что люди хотят танцевать и чувствуют этот драйв то эта команда обязательно будет востребована просто очень много лайф бэндов которые смотришь их выступление такое ощущение что они поют как просто для себя что-то напевают как будто перед ними стена и они и контакта со зрителями практически нету есть конечно люди это чувствуют их потом либо больше не приглашают либо ну как то так вот но если ты каждый раз отработаешь как последний раз отдаешься на все сто процентов то люди обязательно это запомнят и да да еще смотри но получается у нас на любом выступлении коммерческом нельзя петь авторское как бы не хотелось то есть на концерте ты можешь петь а на выступлении банкетном коммерческом ты уже должен петь то что под что люди любят танцевать но почему но вот последнее время была такая песня то есть и есть каши гэм у меня которая стала саундтреком к одному сериалов и то есть ее люди как бы полюбили полюбили да она им понравилась и почему-то именно ее стали выбирать на первый свадебный танец мне начали присылать видео где люди там других городов уже поднес ставят свадебный танец и танцуют то есть и а я на нее даже не собирался и клип снимать потом я уже сам попросил исходники из этого сериала говорю давайте я сделаю сериал можно сказать а сериал инжу называется инжу а да 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 его несколько раз повторяли на определенном канале вот и как бы вот поэтому и мы ее поем когда особенно если это свадьбы часто бывает что свои песни тоже пою с лайфбэндом это уже именно под шамнил всегда интересно было вот я просто буквально недавно увидела в сторисе у моего друга который уехал в ташкент у них там был корпоратив он и ставит что на корпоратив вышла сердючка он говорит мы все как сумасшедшие готовы ломанулись и давай скакать потому что говорит слова то все помнят просто лет десять уже не слышали ее а у вас бывает такое что просят допустим что-нибудь из личного дела все сердючку не знаю или допустим сетки слышали ты давай вот голуби летят на одной шизу или там губ ну мы стараемся эти моменты заранее все-таки обговорить у нас есть список репертуара конечно если заказчик хочет что-то еще услышать чего нет списке то это обязательно хотя бы за пару недель чтобы мы успели подготовить как вот сейчас допустим ну будет татарская свадьба и попросили несколько татарских вас тазы ма пипа туган я и нам придется это конечно учить потому что ну как бы заказчик просит конечно и очень много бывает таких вариантов когда допустим невеста по вынк по на выбирала там песен таких под которых просто все гости уснут мы это объясняем что но все-таки нужен драйв танцы и как-то ну стараемся искать компромисс потому что иногда люди выбирают под свой собственный вкус не задумываясь гостях если артисты которые работают просто приезжают одни с микрофоном под плюс все спели уехали то вы же выходите команда вы же получается 90 процентов и должны просто вот сыграть спеть и там соответственно халтурить уже невозможно никак или бывает что девочки вы попойте а я это не там такой рот пооткрываю красиво такое не получится лайфбэнд это уже лайфбэнд конечно вот и нам нравится но мы получаем удовольствие живое исполнение да 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 и нам очень нравится и то есть я не завидую тем артистам которые приезжают там спеть несколько песен под плюс потому что это не работа а слова забывал когда-нибудь время наступления да у них кипитры по моему со словами у нас это нормально бывает что ты все время что только песни потом раз и просто и какую-то часть забыл ничего страшного я считаю что это все прощается потому что это живая работа что делал то в этот момент про себя пел повторять какую-нибудь другую часть песни всего раз повторил и никто не заметил какая прелесть а я всегда считал что нужно петь сразу же на манер современных исполнителей то есть максимально прогундосить это тоже можно потому что и все и все поймут что его молодежи на максим классно ну что ж скажи с чем ты к нам сегодня пришел с какой песня вообще телеканал алматы меня очень вовремя выловил поскольку я именно сегодня же снимаю клип но вот эту песню который мы сейчас слышим да и она совсем недавно мне появилась то есть еще и и нет нигде в сети сегодня будет премьера абсолютно как мы это любим вот и она в двух вариантах сегодня я спою казахский вариант это жайга нас и на русском она называется просто лети и клип будет тоже в двух вариантов все нам нам очень-очень не терпится сейчас короткая реклама и послушаем замечательную песню в исполнении максима песнякова из-за жанны жанны сенем депа алшы жылы жылы зо 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 и тэпп Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok